Сегодня во всех уголках нашей страны царит дух победы. Освобождение Шуши, культурной столицы Азербайджана, короны Карабаха от вражеского присутствия является символом нашей исторической победы. Проводимые под руководством президента Ильхама Алиева в последний год постановительно-строительные работы на освобожденных территориях вновь возвращают жизнь этим местам, устраняют нанесенные армянами экологической системе ущерб. Президент Архам Алиева и первые леди Меребан Алиева в рамках акции по посадке 44 тысяч деревьев по всей стране в честь 44 дней, приведших наш народ к великой победе, посадили деревья на Джидор-Дюзю. Меры предпринимаемые по посадке 44 тысяч деревьев. восстановлению экологического равновесия на освобожденных от оккупации территориях включают и лес Топхана. В рамках проекта фонда Гейдара Алиева волонтеры общественного объединения региональное развитие также провели в лесу акцию по посадке деревьев. Лес Топхана – одно из редких богатств Шуши, имеющее древнюю историю. Этот лес, покрывающий 20% земель Шушинского района, когда-то напоминал чудо природы. Здесь были разные виды деревьев, возраст которых неизвестен. Но армяне в период оккупации грабили наши природные богатства, вырубали леса. В результате начавшегося в ноябре 1988 года экологического террора в течение почти 30 лет оккупации в Топхане были вырублены и уничтожены тысячи ценных деревьев. Сегодня в ходе лесовосстановительной кампании, охватывающей лес Топханы древнего города Шуша, на площади в 3 гектара были посажены каркасы, ясени, мастиковые деревья, сморозина. На территории посеяно 100 килограммов семян дуба. Затем президент Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев выступил перед военнослужащими в Шуша. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Глава государства поздравил военнослужащих, весь личный состав вооруженных сил Азербайджана и весь наш народ с Днем Победы. Попросил почтить светлую память геройски погибших за розину шахидов минутой молчания. Почеркнув, что сегодня мы отмечаем День Победы в Шуша на Джидыр-Дюзю, весь Азербайджан отмечает этот славный праздник. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил историческую справедливость, прогнав врага с родных земель. Мы выполнили свою историческую миссию. За 44 дня Азербайджан, уничтожив все 30-летние укрепления Армении, все боевые позиции, уничтожив армянскую армию, одержал историческую победу. Этот славный праздник подарили нашему народу вы и десятки тысяч таких военных, как вы, заявил глава государства. Подчеркнув, что Вторая Карабахская война – блистательная страница славной истории Азербайджана, президент Ильхам Алиев напомнил свои слова о том, что наш народ никогда не смирится с оккупацией. Сказал, что мы мобилизовали все силы во имя одной цели и прогнали врага с наших исторических земель. Остановился на мирных переговорах, не принесших результата. Отметил, что Армения и ее покровители желали сделать оккупацию вечной. Глава государства рассказал о проведенной в период его президентства обширной работе по строительству армии, созданию и укреплению военно-технического потенциала, доказательством чему и стала Вторая Карабахская война. Коснулся важности всестороннего укрепления независимости, в том числе экономической, значения широкомасштабной работы по доведению до мировой общественности правды о Карабахе, о сути армяно-азербайджанского конфликта, отметил важность принятия ведущими международными организациями решений из резолюции, составивших правовую базу нынешних реалий. Президент Архамалиев заявил, что сегодня, когда мы изгнали врага с наших земель, ни у кого не может быть к нам претензий. Мы провели успешную операцию на своей земле, не нарушили международное право и законы войны. Мы вели справедливую войну и победили врага на поле боя. Глава государства подчеркнул, что все эти годы воспитанию молодежи было уделено большое внимание, и она выросла в духе патриотизма, ценой своей жизни и крови, освободила наши священные земли. Президент Архамалиев заявил, что День Победы – это наш праздник. Праздник Победы, доблести, справедливости, национальной гордости и достоинства. Затем выступили военнослужащие, участники Отечественной войны. Была сделана фотография на память. Продолжение следует...